Смотрите, когда начинается презентация, обычно говорят, сейчас будет презентация про то-то, про то-то, да? А потом, ну вот, скажем, вводят-водят в действие, да, сначала. Вот сначала я вам тогда скажу, что сейчас будет презентация про краудфандинговый сервис Добротех. Ну и там цели надо вот эти, надо их выучить, я сейчас не помню, честно так. Вот, я просто думал о тем, о чем мы на последнюю встречу говорили, да, что... Чтобы мне на мозоль наступало, наступая мне, чтобы было приятно, вот такое мне дай, вот тогда вот меня это зацепит. Я сначала вам хочу рассказать две истории. Первая история, это все реальные истории, которые происходили реально, может, в любой стране, в принципе, они просили, но это происходило на территории России. Значит, две деревни. Значит, между деревнями течет речка. И когда жители этой деревни там раньше жили, мужики собрались, пошли, срубили там деревья и построили мост. И, значит, зажили деревнями так, весело там, уже поженились там, семьи там смешать. Такой был, рассвет был такой деревень. Вот, потом пришла советская область, там то-то-то-то-то-то, и современная сейчас, вот, действительно, строительную деревню. Значит, мост начал, ну, гниться, и прошло время, и он уже все вот, вот, валится, рушится. Те, значит, приходят к местным сельсоветам, эти приходят к местным сельсоветам, надо за этот, мост строить. У нас бюджета нету. Не на что нам строить. И к этому приходят к другому председателю. Тот говорит, у меня денег нет бюджета, мне не на что строить. При этом люди начинают спиваться, люди начинают там. И постепенно-постепенно эти деревни, они начинают вымирать, потому что молодежь начинает выезжать, все такое прочее. Но, находятся ребята, которые говорят, ё-моё, руки у нас есть. Значит, топоры, пилы у нас есть. У нас есть С, даже. Пойдем-ка мы и сами сделаем себе мост. Идут, сами делают мост, и опять начинается потихонечку жизнь процветать. То есть, вот эта вот тема. Это история про деньги. Что такое деньги? То есть, вот смотрите, есть ресурсы, есть мозги, есть все. Вот все есть, а денег нет, и нет моста, и нет вот этой связки какой-то, да? Вопрос. А нужны ли нам тогда такие эти деньги, которых никогда нету, что мы не можем использовать свои ресурсы и куда-то дальше двигаться? Большой-большой вопрос рисуем пока про деньги. Вторая история. Тоже была в России. Значит, знаем этого человека, который запустил даже этот процесс, ну назовем его справедливое распределение. Значит, в одном колхозе, значит, ферма. И в фермах есть стоки, туда говно все из фермы стекает. Ну и, значит, есть бригады, которые выкребают вот эти ямы, на это тратится там 46 часов, условно говоря. И вот, значит, денег опять нету, платить все меньше и меньше, почему-то хозяйство в упадок начинает приходить. И его приглашают на работу, значит, ну давай помогай там своими мозгами, там, ты экономист, вот что нам сделать, какую-то волшебную пилюлю там нам дашь. Он решил им вопрос с деньгами, это первое, да, что говорит, давайте деньги свои сделаем, что и Муратову термин. И вторая тема, которую он сделал, что я, ну они напечатали куфоны, сейчас, сейчас суть не в этом, значит, он начал с того, что, смотрите, все люди умные и на кухне, все самые умные, и все все знают, и самые справедливые. Люди, которые находятся на кухне, и между собой могут все решить. Поэтому он принял такую концепцию, что вот зарплата. Зарплата теперь будет платиться не руководителям и не по контракту, а есть бюджет на выгреб вот этой ямы. Работает там 8 человек в бригаде. Деньги делятся на ровные 8 частей, и виртуально пока отдаются каждому определенная сумма денег. И говорят, задача, вот вас 8 человек, значит, ты получил условную какую-то сумму, твоя задача выплатить всем зарплату, чтобы вот эти все деньги ты выплатил, но только не себе. Ты же знаешь, кто лучше работал, кто хуже работал. И на листочке написать, этому столько, этому столько, этому столько. Но только не себе. И так каждый сделал. И, в общем, они начали так работать. Что за каждую эту они... В результате, через 3 месяца в бригаде осталось 6 человек, и они начали выгребать эту яму за 20 с лишним часов. То есть там рентгенция сразу увеличилась на 35%. Это о чем говорит? О том, что люди, люди, они сами прекрасно могут разобраться без всяких, значит, сверху указилок, которые там кто-то чего-то им может дать. Это жирный плюсик здесь, поставим, или восклицательный знак. Деньги с вопросом, и восклицательный знак. Первый вопрос, надо ли много денег? Правильно. Первый вопрос, вообще, что это такое деньги, да? Почему к этим деньгам вообще все привязано? Второй вопрос, что мы, люди, сами, сами могут обо всем договориться и сами справедливо все решить. Если им дать эту возможность. И третья история. Значит, существуют люди, которые могут что-то придумывать. Они каждый день у них какие-то идеи рождаются, каждый день что-то новенькое там. Есть люди, которые вообще могут придумать что-то совершенно сверхъестественное, которое сейчас нам может показаться сверхъестественным. Зарядки нет. Которое сейчас нам может показаться сверхъестественным. Вот могу сразу привести пример Коперник, который понял вдруг, что Земля круглая. Хотя весь мир тогда вокруг знал, что Земля плоская и стоит на трех китах на каких-то. А он приходит и говорит, нет, Земля круглая. И представьте, вот эта идея изменила очень много чего. Но она изменила мира, мира, вот это вот ощущение мира, понимание Вселенной. И оттуда, оттуда уже пошел прогресс другой там науки. Вот эти люди, которые постоянно что-то придумывают, они называются творцами. Таких людей много. И каждый из нас, в принципе, что-то может творить. Но, опять-таки, незнание, как это продвинуть куда-то. Отсутствие вот этих вот непонятных денег. Значит, невозможность сразу донести свою точку зрения и предложить какие-то решения, которые вот молниеносно бы изменили все. Вот это все мешает куче идей реализоваться. И основываясь на том, что мы все зависимы от таких людей, потому что весь мир вокруг нас, он держится именно на тех людях, которые сотворили когда-то какую-то идею, сотворили какой-то проект, создали какой-то проект, продвинули его. И получили результат. Вот все, что вокруг нас, это результат как раз-таки. Изначально скажем, что это результат некой творческой мысли, которая сначала появилась. Потом за этим пошла команда. Эта команда уже реализовала. И теперь многие-многие люди могут этим пользоваться. И мы, как благодарные люди, мы поддерживаем таких творцов. Мы поддерживаем тех, кто что-то может изобретать, тех, кто что-то хочет внедрять. Ведь представьте на секундочку, сколько на самом деле проблем было у тех творцов, чтобы вот что-то продвинуть. А вот если бы общество немножко по-другому смотрело на этих творцов, если бы оно помогало этим творцам, то мир бы наверняка был бы совсем другим. И вот, исходя из этих мыслей, мы и создаем проект, точнее мы создаем сервис, который позволит каждому, каждому из тех, кто примет участие в этом проекте, вкладывать в себя. Что такое вкладывать в себя? Существует понятие индивидуального капитала, который состоит из гармоничных семи капиталов. Деньги – это не самое важное. Есть вещи, которые не менее важны, чем деньги. И вот совокупность этих семи капиталов, нам там рассказывают, наверное, что такие-таки-таки капиталы, это и есть индивидуальный капитал. Каким образом мы вкладываем себя в свои проекты? Мы создали сервис, и по 3 доллара. По 3 доллара, или там по 200 рублей, мы списываем ежедневно, еженедельно, с карточек. 200 рублей. Что такое 200 рублей? Давайте вот разберем. Уж по большому счету, 200 рублей сегодня стоит там чашка, ну или чайник чая в каком-то кафе. Вот пришел, ну не выпил, и не там наоборот, просто пожертвовал кому-то эту чашку чая. За эти деньги они собираются в определенный фонд и финансируют те проекты, которые мы с вами выбираем. Каждый проект должен работать в интересах создания индивидуального капитала для каждого из нас, кто инвестирует туда деньги. Каким образом мы это делаем? Сначала, естественно, каждый проект должен пройти некую экспертную оценку, чтобы быть в рамках нашего индивидуального капитала. В этот момент собираются денежные средства и скапливаются на счету. А дальше мы начинаем применять вот эту вот справедливую систему, что каждый знает, что ему нужно и что ему больше нравится. Мы принимаем тот бюджет, который направляется на распределение проектов за 100%. Вот мы собрали там условно определенную сумму денег и разделили эту сумму денег виртуально на все количество участников, которые в данный момент присутствуют в проекте. Не важно сколько это, там 100 человек, 1000, миллион. Просто вот взяли 100% и распределили. У каждого цифра отразилась на его спонсорском кошельке. Вот это виртуальная цифра. Дальше ему в личном кабинете предоставляют выбор проектов с описаниями, с целями, со всеми. Человек выбирает. Как он выбирает проект? Он смотрит, ему нравится проект, он просто ставит лайк. В этот момент выпадает поле, и ему предлагают внести процент, вот у него 100% в его кошельке, какой процент из его денег он хочет, чтобы были направлены именно в этот проект. И таким образом он голосует. Он может все деньги направить в один проект, или там три проекта выбрать, или там 10 проектов, там как-то это. Если попался участник, который молчу, так называемый, который вообще не голосует, берем его денежные средства, и значит на все-все проекты в равных долях все распределяем. Значит человеку все нравится, он не хочет тратить на это время, говорит, мне все нравится, пожалуйста, раз эксперты прошли, давайте все проекты будем финансировать. Вот так вот человек сам выбирает, куда он тратит свои деньги, на то, чтобы, на какой проект, и что этот проект ему потом дает. Каждый проект заточен на что-то свое. Есть финансовые проекты, которые помогают деньги зарабатывать. Есть деньги социальные, которые помогают выращивать социальную среду. Есть благотворительные проекты, есть всякие проекты, есть проекты, направленные на создание товаров будущего. И таким образом каждый человек становится сотворцом этих гениев, помогает внедрять идеи в жизнь, и получается, ну, как бы новую какую-то действительность, которая двигает нас к будущему. И еще, заключение. Сначала нас никто не видит, потом нас пытаются повторить, потом нас пытаются догнать, и в результате мы побеждаем. Вот желаю вам всех больших побед. Классно.